Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я показываю третий и завершающий ролик по переработке передней свиной ноги во всякие вкусняшки. Первые два смотрите по ссылкам в описании, если еще не видели. Ну, это все, не считая костей, что осталось от ноги. Смотрите, здесь замечательная шкурка, здесь очень небольшой слой сала, в этих мясах вообще почти нет. Мяса достаточно много. Так, ну, вот этот я пущу на рулет, наверное. Еще вот этот Кусман возьму, смотрите, аккуратные мышцы. Как для нее место, видите, здесь выемка была. Вот это у меня будет вот такой вот рулетик. Такой вот замечательный. А вот это пойдет, наверное, на крупно- кусковую колбасу. Ну, что вы, смотрите, здесь куча мяса. Сейчас я собираюсь все это оставить на просолку. Так что надо опять смешать рассол. Рассол точно такой же, как в предыдущем ролике. То есть завешиваю Кусман. Почти 2 килограмма. Беру воды столько же, сколько он весит. Затем беру соль в количестве 4% от веса мяса и 2% от суммы веса мяса и веса воды. Половина этой соли поваренная, половина нитритная. Сахара беру в 4-6 раз меньше, чем соли. По истечении времени просолки количество соли в мясе и в рассоле выровняется, и везде он будет 2%. А 2% – это такая золотая середина по солености для ветчины. Теперь нашприцевать как следует, по возможности равномерно. Ну и остальной рассол в пакет. Оставляю просаливаться в холодильнике примерно на неделю. Пакет мне нужен для того, чтобы уменьшить количество рассола, требуемого разводить, потому что часть соли, которая в рассоле будет. Она останется именно в рассоле и никогда не денется. То есть это выброшенная соль, то есть для экономии. Пакет позволяет все мясо погрузить в меньшее количество рассола. Видите, как удобно хранится. Общенный вкус – мясо со свиной ноги, свиная лопатка лучше всего подходит для колбасы. Она дает самый яркий, пожалуй, вкус, как мне кажется. Сейчас его нужно нарезать небольшими кусками, наверное, с крупный грецкий орех и засолить. То есть я буду готовить колбасу с предпосолом. Куски такого размера нормально просаливаются где-то за двое суток. Ну а сало, конечно, постараюсь нарезать помельче. Его, конечно, просаливать предварительно не обязательно совершенно. Смысла там нет никакого. Просто мне проще сейчас все нарезать, перепачкать все доски, ножи, отмыть все и все. А потом этим делом не заморачиваться. Вот он для понимания масштаба, какого размера мяса и какого размера сала я резал. Солю за расчет 2% к весу сырья, причем пополам соль нитритная, соль поваренная. И еще добавляю где-то 0,3-0,4 сахара. Соль нитритная, соль поваренная, сахар. Все перемешать. И на мясо. Перемешивать нужно тщательно, чтобы мясо дало какой-либо сок липкий. Оно липкой станет в руках. И очень важно, чтобы мясо было холодное, чтобы температура его была не выше 12 градусов. Так, ну вот здесь в уголочке сложу сало нарезанное и присыплю в целях дезинфекции, так сказать, остатками смеси. И в таком вот виде можно убирать в холодильник. На двое, на трое суток. Прошло двое суток и сегодня я могу завершить приготовление колбасы ветчиной. Вся остальная продукция будет готова гораздо позже. Мясо просолилось, сало надо сейчас обдать кипятком, чтобы смыть с поверхности кусочков, размазавшийся при нарезке жир. Ну и чтобы сало в результате потом лучше вмешивалось в фарш, более четкий рисунок получался. Для красоты, короче. Еще надо добавить пряности в колбасу. Я буду использовать белый перец, тмин и гранулированный чеснок. Ну и воды добавлю для сочности, чтобы легче набивать было. Вода ледяная. Перемешивать надо очень тщательно и чтобы все кусочки мяса измочались, стали мягкими и чтобы вся влага впиталась. В результате набивка станет очень плотной. Смотрите, что получается. Отлично! Все очень липкое, измочеленное. Теперь добавлю сало и перемешаю уже аккуратно, чтобы кусочки сала не размазались. Может даже руками лучше было бы, но я быстро. Сало не успеет расползтись. Хватит, пожалуй. Пора набивать. Я буду это делать при помощи китайского колбасного шприца с Алиэкспресса. Так, вот эта оболочка у меня из-за давних запасов. Называется елочка. Подгон от магазина ем колбаски. Завалялась в глубине коробки колбасными оболочками. Набиваю очень плотно. Перевязать и можно приступать к термообработке. Оболочку, конечно, можно использовать любую, какая вам нравится. Хотите вы коптить или не хотите, тоже вам решать. Так что это не важно абсолютно. В каждую такую оболочку влезает по 900-950 граммов фарша. У меня немного не влезло, поэтому это запечатал в коллагеновую пленку. Как-то так. По хорошему колбасу нужно сейчас отправить на осадку на 1-2 дня или даже на 3-4, зависит от температуры в холодильнике. Но сало после проливки кипятком было теплым. Не было времени ждать, когда оно остынет. Поэтому фарш сейчас теплый. Пока на осадку отправлю, пока температура опять упадет, колбаса будет находиться в зоне достаточно благоприятной для развития бактерий. Короче, боюсь, что колбаса закиснет при осадке. Поэтому пренебрегу этим моментом сейчас. Схема стандартная. В духовке все делаем при включенном режиме конвекции. Первый этап отепления при 45 градусах идет до достижения температуры в центре батона 22-25 градусов. Проводится с паром. Так, первый термометр – это то, что в духовке. Второй – то, что в большой колбасе. Третий – то, что в маленькой. Затем сушка при 60 до достижения в центре батона 40-45 градусов. Это без пара. Затем идет обжарка. При температуре 80 градусов до достижения в центре батона 60-65. На этом этапе колбаса на поверхности цвет красиво набирает. Ярко-красный такой. И затем варка. Варка имеется в виду при той же температуре, но уже мы пар даем. До достижения в центре батона температура 71 плюс-минус 1 градус. Ну, а копчение проводится при температуре 31 плюс-минус 3 градуса. По схеме 12 часов копчения и 12 проветривания при 18-20 градусах. Ну, а затем можно опять 12 часов копчения повторить, если хочется. И затем сутки проветривания. Два этапа копчения проводить или в один. Это вы смотрите сами, какой по силе вам аромат требуется. Время, которое я указываю, верну для использования дымогенератора пассивного типа. Он дает небольшое количество дыма. Если вы используете не лабиритный дымогенератор, а с нагнетанием воздуха принудительный, то время копчения нужно, конечно, сильно сократить. До часа, до двух, максимум до трех часов. Температуру контролирую при помощи китайского термометра с Алиэкспресса. Ссылку оставлю в описании. Мне он удобен наличием сразу четырех термощупов. Это позволяет мне увидеть температуру сразу и в батонах, и вокруг батонов. Удобно, короче. Перерыв. Колбаса уже, конечно, практически готова. Ее можно отрезать. Посмотрите, кстати, какая она получилась. Видите, покраснела. Замечательно. А эта вот в оболочке небольшая. Даже не видно, что она красная, не красная. Так вот, ее уже можно отрезать. Но я ее хочу еще слегка подкоптить в самодельной коптильне. Ролик про ее изготовление на канале есть. Ссылочку, если не забуду, оставлю в описании. Дымогенератор у меня лабиринтного типа. Китайский тоже. Сейчас, по-моему, вообще все китайское. А пилки в нем работают исключительно мелкие. Фракция 0,8-1,2 мм. Где-то так. Одной загрузки такого дымогенератора хватает примерно на 10-12 часов копчения. Это, конечно, когда я холодным способом копчу. Если горячим, это когда включаю вот этот нагреватель и разгоняю до 80-85 градусов, то время сокращается до 4 часов во время одной загрузки. Тяга в шкафу резко взрастает. Естественно, все прогорает в разы быстрее. Температуру в этом шкафу настроил на 35 градусов. Вот это сейчас в шкафу, это целевая. Утром колбасу из шкафа выну и дам ей проветриться часов 10-12. Потом посмотрю, может быть, сделаю второе копчение, может быть, не буду делать. Не надо сразу после того, как вы достали колбасу из коптильни, сразу ее в рот пихать. Дайте ей проветриться. Дайте самым резким, самым сильным, самым неприятным запахом дыма уйти. Дайте колбасе равномерно пропитаться этими ароматами. Вот тогда она будет нежная, вкусная, с очень тонким ароматом. Пришла пора заняться рулетом. Он просолился. Можно его собирать. Какое-то у меня бесперебойное производство вкусняшек мясных получается. Только-только закончил с колбасой возиться, оставлю ее проветриваться. Сегодня уже рулетом нужно заниматься. В данном случае хочу получить чистый ветчинный вкус. Поэтому никаких специй использовать не буду. Вообще. К тому же, приготовление без специй позволит оставить рулет на созревание на 3-5 дней. Может быть, даже на неделю. Причем без опасения, что за это время мясо закиснет. Специй-то у меня совершенно однозначно. Бактериологически, ну, не идеальной чисты. Обвязать надо плотно. Как можно плотнее. Ну, и теперь всю эту красоту повешу в холодильнике на созревание. Температура плюс два, плюс четыре. У меня там вентилятор периодически включается, обдувает. Все дней на пять. Может быть, даже на неделю. Посмотрю, буду принюхиваться. Рулет у меня созрел. Сегодня тепловая обработка. Можно, конечно, проводить по стандартной колбасной схеме в духовке. Но, во-первых, шкурка после такой обработки будет жесткой. Во-вторых, рулет у меня большого диаметра. Да еще и слой сала довольно толстый. Так что время тепловой обработки такого рулета составит часов в восемь. Поэтому я буду его варить. Сувиде. Гастроемкость уже залил водой. Это у меня сувид-стик. На Алиэкспрессе таких полно. Чтобы меньше отмывать, и емкости стик рулет завакуумирую. В середине готовки, конечно, все равно придется протыкать, чтобы еще термометр вставить. Но через маленькое отверстие соков совсем немного выйдет. И сувид-стик отмывать всяко меньше придется. Можно, конечно, и просто пищевую пленку замотать с тем же эффектом. Рулет в емкость, стик сюда же, и настраиваю температуру. Для начала на 50 градусов. Пока вода разогреется, пока температура в рулете вверх ползет, как раз пройдет отепление батона. Примерно через полтора часа вгоню в батон-щуп термометр и перенастрою свой стик на 80 градусов. И буду ждать, чтобы температура внутри рулета поднялась до 70 градусов. Затем очень быстрое охлаждение в ледяной воде. И отправлю в холодильник отдыхать на ночь. Завтра все попробуем. Завтра все попробуем. Вот такая красота у меня получилась. И все нарезки готовились к новогоднему столу. Я их туда и выложу. Мне кажется, получится симпатично. Так, ну, начну я, наверное, с рулета. Слушайте, обалденный аромат ветчины. Классный, тонкий, мягкий. Супер. Нежнейшая, конечно, шкурка. Мягкая, классная. Очень насыщенный вкус мяса. Прям супер. Очень мне нравятся ветчины цельнокусковые. Прям вот классный у них такой вкус. Очень богатый, я бы сказал. Прям очень яркий. Богатый не в смысле денег. Богатый в смысле насыщенности, вкусами, ароматами. Так, ну и по поводу колбасы. Ну-ка, вкусманчик. Очень вкусная. Яркая, насыщенная. Пряная, я бы сказал. Просто супер. Значит, нарезочка меня на новогоднем столе очень порадует. Вот такая нарезочка у меня получилась на новогодний стол. Прекрасно я понимаю, что этот ролик выйдет, когда все новогодние праздники уже сто раз пройдут для вас. Но у меня там Новый год впереди через три дня. Так что я себя порадую. Но вы не переживайте. Не успеете к этому году. Может быть, к следующему Новому году сподобитесь. За этот год впереди идущий руку набьете на таких нарезках. И будете себя радовать. Себя и близких. Огромное спасибо за компанию. За лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok